Но, к сожалению, в нашем регионе есть еще много детей, которым необходима помощь. Вот об одном таком ребенке, мальчике Саши Фурса из Барановичей, наш следующий сюжет. Это редкие моменты, когда 13-летний Саша Фурса чувствует себя хорошо. Первый раз у нас мы появились с утра 4 месяца и 3 недельки. Ему спрорализовало правую сторонку на 6 часов. Нас забрали в Гродненскую детскую больницу. Так, как мы находились в деревне у бабушки. Выставить тушный диагноз нам так и не смогли, хотя взяли пункцию спинного мозга сразу же. Думали, что кровоизлияние. Кровоизлияние у нас не подтвердилось. Сделали полностью обследование у Гродна за 2 недели и нас выписали по месту проживания, дальше лечиться, наблюдаться. Было продолжительное лечение, но положительного эффекта так и не последовало. Ребенка Фурса Александра мы знаем уже давным-давно. Так как он неоднократно лежал в нашей больнице, мы помогали всячески, оказывали ему помощь. Он находился неоднократно в реанимационном отделении, в нашем отделении неврологии. Проходил лечение в центре РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Мать и дитя РНПЦ и РНПЦ психического здоровья. Также находился на лечении в Дредденской больнице. Он получает длительное лечение антиконгульсантов с 4 месяцев. К сожалению, в современном мире не настолько много имеется антиконгульсантов, препаратов, но большинство из них он уже перепробовал. Заболевание мальчика очень тяжелое. И в современном мире, к сожалению, подается очень тяжело лечению. Вот в 2013 году, после того, когда мы завезли Сашку на консультацию детской неврологии, нам посоветовали, так как пошло ухудшение, непонятно только из-за чего, что есть такие противосудорожные препараты, которые тоже у нас не зарегистрированы, за них равны. Но он дорогостойший. 28 таблеток стоит 53 евро. Мы перешли на этот препарат, потому что выхода не было. Ребенок просто угасал на обозах. И подключили еще Кепра обратно. Вот эти противосудорожные, которые мы на данный момент принимаем, Кепра, Топомакс и Занегран. И выходит у месяца нам 550 евро. Обращение в немецкую клинику принесло облегчение. Начала улучшаться моторика. На лице Саши стала появляться улыбка. Но одного визита к немецким врачам оказалось недостаточно. Ну и что, что нам предложили в Германии? Есть, есть. И за 5 недель они не смогут нам подобрать противосудорожные. Стоит вопрос на операцию. На перосадку стволовых клеток. Только 21 тысяча на подбор наших медикаментов. Да, может быть, деньги будут действительно и оставаться с 21 тысячи. Но закупить нам тоже надо противосудорожные. Мы постоянно закупаем, хотя на 6 месяцев, чтобы у нас было. Саша и его мама Елена Леонидовна очень надеются на помощь неравнодушных людей. Они верят, что впереди их ждет полноценная жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!